Я смотрю усиленно вон этими рельсами. Был ход туда еще, вон завален. В бункеров и бомбоубежищ 40-х годов прошлого века в Севастополе обнаружены уже сотни, а быть может и тысячи. Бои в городе и окрестностях шли ожесточенные. И не единожды. Белокаменный буквально сравнивали с землей, снова отстраивали и снова уничтожали. Неудивительно, что буквально каждый метр хранит тайну. Постепенно через годы потомки узнают о прожитых городом, но тщательно спрятанных временем деталях. Например, этот бункер. Особенность его в том, что он не просто построен, а еще и дополнительно укреплен орудийным колпаком с линейного крейсера. Но, считает историк Юрий Пикалов, это точно не червона Украина. Во-первых, у всех деталей крейсеров есть свои серийные номера. И даже в условиях военного времени велся строгий учет, что где строится и какие материалы для этого используются. Если бы орудийный щит с червоной Украины стал частью бункера, в архивах обязательно была бы отметка. И этот объект вообще никак в документах не отражен. Постройка этих, так скажем, защитных подземных сооружений не отражалась. То есть в документах этого нет. В частности, Борисова, в документах военных строителей. То есть это, видимо, какое-то единичное исполнение. Юрий Пикалов провел много времени, работая в архивах и изучая подземные фортификации времен Великой Отечественной. Но об этом сооружении в документах ничего нет. Есть надежда на фонды Черноморского флота, но, по его словам, и там вряд ли что-то удастся отыскать. Впрочем, то, что найденная конструкция действительно представляет историческую ценность, сомнений нет. В бункере видны изрядно обветшавшие от сырости провода, как электрические, так и кабель для установки сообщения между объектами. Возможно, это узел связи, в котором шла координация действий гражданского населения и военных во время обороны Севастополя. Рядом, буквально в двух шагах, находился штаб городского комитета обороны. А по другую сторону, тоже в двух шагах, находился городской пункт связи, главпочтамт. И так как здесь это явно защитное сооружение, подведены провода, это, видимо, какой-то был пункт связи. Так это или нет, еще только предстоит ответить историкам. Благо, времени для изучения объекта будет предостаточно. Он, несмотря на некоторые заявления, находится не на самой Большой морской, а во дворах. Это та самая траншея, где был обнаружен то ли бункер, то ли бомбоубежище. Здесь собирались проложить электрические сети. К реконструкции Большой морской эта траншея не имеет никакого отношения. Скорее всего, траншею пророют в другом месте и кабель проложат уже там. А этот объект законсервируют. Данные объекты найдены не в рамках проекта благоустройства Большой морской. Это работа по устройству инженерных сетей, не касается данного проекта. В связи с этим на сроках сдачи самого объекта по Большой морской это не отразится. Бункер не будет захоронен. Сейчас начинается работа по установке исторической и культурной ценности объекта. Специалисты исследуют его, после чего примут решение. Либо извлечь и переместить, либо на месте сделать мини-музей. Алексей Дмитриев, Михаил Волобуев. Новости Севастополя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова